Так выглядит новый кошмар российских оккупантов. Они еще не пришли в себя после увиденной работы Хаймарсов, а пора готовиться к еще более серьезным проблемам на фронте. Ведь Украина получила оружие, которое превосходит Хаймарсы по ряду важных показателей. Оно более мощное и дальнобойное. Речь идет об РСЗО М270. Но во всем по порядку. Это самая мощная система залпового огня в мире. Стоит на вооружении США и еще как минимум 15 стран НАТО. Скорострельность феноменальная. 12 ракет менее чем за минуту. При этом максимальное отклонение от цели 5 метров. Этому монстру на гусеницах нужно всего три члена экипажа, которые в течение 20 секунд приводят машину в боевую готовность. Одна единица техники способна поразить площадь до 25 гектаров. Это как 40 футбольных полей. Причем дальнобойность М270 в разы больше, чем у российских аналогов. У М270 мы получаем сразу 12 направляющих, 12 ячейок для реактивных боеприпасов и 2 ячейки для применения тактических боеприпасов уровня GMATCAMS. Это тактические ракеты с дальностью поражения цели до 300 километров и даже более в зависимости от модификации. Также к М270 подходят несколько типов боеприпасов. Неуправляемые снаряды эффективны на расстоянии до 40 километров. Грубо говоря, как наши грады. Если же установку зарядить управляемой ракетой, дальность стрельбы возрастает до 70 километров. А на таком расстоянии российской артиллерии ударить в ответ уже просто нечем. Если мы говорим о поражении именно в формате контрбатарейной борьбы, оно минимизировано для них. Оно невозможно по техническим и технологическим возможностям. Только когда данная система находится в стационарном положении, они могут ее накрыть артиллерийским огнем. Что ствольным, что реактивным. Но на сегодняшний день вооруженные силы Украины понимают возможности. Они прекрасно осознают возможности Российской Федерации. И когда находятся данные системы в стационарном положении, они их выводят за пределы поражения. Но есть у этой заморской техники и свой козырь в рукаве. Установка позволяет вести стрельбу стратегическими ракетами с дальностью поражения около 300 километров. К слову, ракеты эти Украина тоже получит. А значит, даже с нынешней линией фронта сможет достать до самых дальних тылов армии РФ. Включая приграничные регионы и даже Крым. Единственный минус М270 – это ее мобильность. Учитывая вес, РСЗО передвигается на гусеницах, а не на колесах, как Хайморс. А значит, медленнее. Понимая это, конструкторы защитили технику дополнительной броней. Взамен скорости М270 получила значительное превосходство в проходимости перед колесной техникой. Поэтому для эффективного применения нужно просто подобрать соответствующие условия. И в Украине их предостаточно. Я совершенно не исключаю того, что М270 себя в полной мере проявят именно, например, на Харьковском плацдарме в первую очередь, а также на Запорожском. В то время как М142 они будут сосредоточены именно на Херсонском плацдарме и Донбасском. Новое дальнобойное РСЗО – это еще один аргумент против рашистских складов с оружием в Украине. Их дальность и точность стрельбы позволяют все чаще выносить все сосредоточения смертоносного вооружения РФ. Так что скоро хлопков существенно прибавится. Недаром уже среди военных ходит шутка, что самая опасная работа в мире – это ночной сторож российских складов с боеприпасами. Продолжение следует...